Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 24 марта. Память преподобного Отца нашего Иакова Исповедника. Когда нечестивый греческий царь Лев Арменин возобновил иконоборческую ересь, проклятую святыми отцами на Седьмом Вселенском Соборе, и замучил многих за благоговейное почитание святых икон, тогда пострадал и этот преподобный Яков Исповедник, сведения о котором мы имеем от преподобного Феодора Студита. Блаженный Яков был из числа его учеников. После изгнания преподобного Феодора за святые иконы, многие из его учеников были взяты на мучения. Блаженный Яков тоже был захвачен и предан всевозможным терзаниям. Когда же нечестивый Лев Арменин был убит, святой Яков, как и прочие исповедники Христовы, был освобожден из заключения, и прибывший еле живым в свой студийский монастырь, что в Царьграде, вскоре скончался и достойным образом был погребен. Об его смерти блаженный Ипатий, исполнявший обязанности Игумена вместо своего наставника, святого Феодора, уведомил письмом последнего, который уже возвращался из заточения и временно пребывал в крескентовой обители. Преподобный Феодор в ответ ему написал следующее. Не только радуемся мы, для кого он, как святой член, служит превосходным украшением, но о нем радуется и вся Церковь. Подумай, за какого человека ты его принимал? Не за исповедника ли, не за мученика ли, не святого ли? Он мужественно боролся против чувственных побуждений, целомудренно сохраняя тело от похоти и употребляя при этом самую простую пищу. Он тело подчинял разумной душе. Святой Яков так мало спал, что для тех, кто его видел, казалось удивительным, как он еще оставался здоровым. Он подолгу, насколько позволяло ему время, любил возноситься мыслями к Богу, и в этом богомыслии он углублялся до восхищения ума. Когда же он приходил в себя, все это вызывало в нем божественную любовь. Пусть кто-нибудь не подумает, что я в угоду слушающим говорю неправду. У меня есть свидетель, Бог и наставник святого Якова Иоанн, который рассказал мне о нем то, чего я сам никогда не знал. Все это было простым способом приучить себя к постнической жизни. Что же касается того, сколько времени он проводил в подвигах исповедничества, и сколь велики были эти подвиги, это было на виду и у ангелов, и у людей. О, твердое и дорогое сердце! Свой подвиг он совершил без боязни, подобно божьему воину. Слугим учителей всю его кожу покрыли ранами, изранили также плечи и грудь, выпустили кровь, разробили тело и оставили его брошенным на землю. Он не испустил ни одного нетерпеливого звука, но до конца переносил угодные Богу мучения во имя Сына Его Христа, Бога нашего. Он страдать, ибо страдать за святую его икону, значит страдать за него самого. Пусть кротки услышат и возвеселятся, пусть радуются мученика-любцы, а дьявол пусть устыдится и пусть рассыплется полчища иконоборцев. Потому что кроме этого святого Иакова, они измучили, убили, уморили голодом и причинили иные тому подобные мучения многим другим исповедникам Христа, как нашим, так и не нашим. Больше нашим, так как мы представляем собой одно тело по отношению к Иисусу Христу, которое есть в главах всех. Ввиду того, что от нестерпимых этих ран святой Иаков был расслаблен всеми членами, его тело, охваченное самыми тяжкими болезнями, было отдано на врачебное попечение. Каждый день, готовясь к смерти, он с благодарением и смирением окончил свою жизнь. Ты пишешь, что он предсказал свою смерть. Это было от страдальческих его подвигов. Ты прибавил еще о том, что на его погребении присутствовало много народу, в том числе людей очень знатного рода. Все это произошло от непостижимой воли Божией, потому что к человеку, незнаменитому, но не по духу, не стеклось бы такое множество людей, если бы то не угодно было Господу. Святой Иаков ушел на небеса и присоединился к своим сострадальцам. Таким образом увеличилось число исповедников и мучеников. Поэтому небо веселится и радуется душе Иакова, молитвами которого мы, братья, спасемся. Он получил дар, достойный его трудов. Счастливы и истинно благочестивы те, которые сошлись на его достойное погребение. Они истинные мучениколюбцы, участь коих пусть будет одинаковой с участием тех, кого они почтили. О его честных мощах, если будет угодно Богу, позабочусь, как я писал в правилах. Целуйте друг друга святым лапзанем. Письмо же это прочтите всем братьям. Вас стоит господин архиепископ, патриарх Никифор, протопрессвитер, эконом и прочие братья. Да будет с вами Господь. Аминь. Вот письмо святого Феодора Студита, из которого видны жизни страданий этого преподобного Христова Исповедника Иакова. Коего молитвами удостоит Господь и нас на веки участи своих святых. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok